И мне звонит его друг, который устроил его на работу туда. Говорит, вот так, вот так. Серега упал с высоты. Сейчас он в реанимации. Ты, говорит, одна не ходи, а я с тобой пойду. Я сейчас с работы приеду, и мы вместе пойдем. Ну и пошли вместе. Я пошла в реанимацию, сразу меня пустили. А он давал данные записывать. И записал его как нерабочий. Я-то не знала, что он так записал. А потом, когда уже сказали, а что он не работал, я говорю, как не работал? Работал. Я этому Андрею извини, Андрей, говорю, а что ты записал неработающий, как он неработающий? А что ты, говорит, хотела, чтобы начальство за него посадили? У него обои руки были сломаны. Ребра, затылочная часть, это сама челюсть была сломана. И вот у него с головой-то, и в конце концов, отек головного мозга. Он во всех больницах лежал. И на привокзальном, и при Чулынске, и в травме, ремни, анимация в психушке. Да, травмы, там везде написано травма. В сад приезжали на машине, два раз приезжало начальство. Там у меня дочь была с Москвы. Она говорит, мама, я с тобой в машину. Ее не пустили в машину. Я одна зашла в машину, сказали, все будет, и бюллетень будет, и помогать будем. И как уехали, и все. Когда вот человек умирает, дают от государства 7-100. Вот в ритуалке нам сразу денег не было, ни копейки. Но здесь родня, сразу сестра 10 тысяч. Его с Питера прислали, с Волги там брат. В общем, насобирали денег. И уже похоронили, когда ритуалка звонит, говорит, 7-100 надо тебе оплатить. Потому что он на пенсию оформляли, но ни раз не получил. Еще только надо было дать ему, не разряд, а как, первую, а группу надо было дать. Но не успели дать. И вот я сказали, а ты не еди на работу, попроси помощи. Я пошла, но она пошла на встречу, там женщина. И выделили мне 10 тысяч, я их получила. И вот когда сказали, 7-100. Я заплатила с этих 10 тысяч, 7-100 заплатила. Потом сказали, ну ты иди в соцзащиту, они тебе там оплатят эти 7-100. Я пошла в одну, потом в другую. Сказали, нет, он на пенсии не был. А отчисления в эту, в пенсионный фонд были. Значит, он говорит, работа. Я говорю, да, он работал. Ну иди на работу. Я пошла на работу. Вот эта женщина меня всяко обругала. Крохоборка. Такая-сякая. 10 тысяч получила, еще хочешь. Я ей говорю, 7-100. Я говорю, вы дадите, а вам государство. Даже бомжам, говорю, 7-100. Ну и я заплакала и ушла. А в жюри сестра живет. Тоже пенсионерка. Ей уже 65, наверное. Говорит, и его племянник позвонил с Питера. Говорит, пусть она идет к юристу, 7 тысяч они обязаны отдать. Вот я к юристу пошла, написала там. Мы поехали на машине, она говорит, покажи, где у них там это дробилка. Зашли, она опять, что говорит, опять за милость она пришла. Ай, догад, ничего, говорит, как они. А я говорю, она уже меня отругала, ну и что. И не говорили ни фамилию, ни телефон, ничего. Потом она сказала, что я вот адвокат, занимаюсь этим. Она сказала, езжайте в главную организацию, куда-то мы на стройку ездили. Еще в милицию куда-то на стройку ездили. А там милиционер подал документ, говорит, мы запрашивали, когда я что. Они ему так отписали. 25 мая пришел человек устраиваться на работу. Ходил, разглядывал, куда-то залез, упал и разбился. А он 10 месяцев отработал. А он официально был трудоустроен? У него забирали трудовую книжку. Вот именно, что трудовой не было. Да. Договора трудового. Вот про договор я не знаю. И вот мужчина, который был, я, говорит, тоже так. Без трудовой, там, говорит, многие так. Так. Продолжаем.